Здравствуйте! Это новости на канале Губерния, в студии Александр Кобыльсков. В начале выпуска коротко о главных темах. За заслуги перед Отечеством Владимир Путин наградил орденом сотрудника Сызранского предприятия Тяжмаш. Как простой слесарь укрепляет обороноспособность страны. Мы увидели. Олимпийская стройка, космодром Восточный и Керченский мост. Студенты самарских вузов приложили руку к главным стройкам страны. А теперь готовы помочь в подготовке к чемпионату мира. Губернатор идею одобрил. Письма с жалобами и годы ожидания. Переселенцы из аварийного дома в Отрадном дождались новоселья. Счастливый финал этой непростой истории не без участия телеканала «Губерния». Президент России наградил орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени электромонтажника Сызранского предприятия Тяжмаш Юрия Пушкина. Заводчанин удостоен высокой награды за вклад в разработку и создание новой техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу. О том, как награда нашла героя, расскажет мой коллега Владислав Жирнов. В свои 79 лет Юрий Федорович отвечает за работу электрооборудования всего Тяжмаша. В тяжелом машиностроении он с 1959 года. В родном для него шестом цехе электромонтажник Пушкин – один из старейших работников. Для молодежи авторитет непререкаемый. Его трудолюбие, ответственность, упорство ввели нашу бригаду только вперед. Достигли мы громадных успехов. Качество продукции, выполнение плана, сложность бригады – все это заслуги его. Трудовой стаж Юрия Пушкина больше, чем полвека. И все это время заводчанин работал над изделиями особого назначения для военных и космических целей. Монтировал электрооборудование на Байконуре, Плесеске, космодроме Восточный, на атомных электростанциях. Довелось Юрию Федоровичу поработать под руководством отца отечественной космонавтики, самого Сергея Павловича Королева. На счету слесаря Тяжмаша ордена дружбы и трудовой славы Третьей и Второй степени. А теперь еще и орден за заслуги перед отечеством Четвертой степени. В принципе, я уже как-то и не ожидал этого. А потом раз приходит Юрий Федорович, вот, пожалуйста, указ. Он даже у меня лежит на столе сейчас. Указ президента о награждении орденом. Заслуженный орден электромонтажнику из Сызрани президент вручил в Екатерининском зале Кремля. Юрий Пушкин оказался в числе более чем 30 россиян, удостойных государственных наград и дипломов о присвоении почетных званий за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности. Многие присутствующие в этом зале снискали авторитет не только как высококлассные специалисты, но и как талантливые наставники. Судоремонтник Валерий Михайлович Григорович, оленевод Мария Васильевна Щербакова, электромонтажник Юрий Федорович Пушкин активно делится богатейшим опытом, обучая новые поколения своему ремеслу. Президент подчеркнул, что всех награжденных объединяет, цитата, «высочайший уровень мастерства, умение работать, причем с полной самоотдачей, и, что самое главное, добиваться поставленных целей». Конец цитаты. Владислав Жирнов, Новости губернии. Награды от губернатора получили активисты областных студенческих отрядов. В их состав входят сегодня почти полторы тысячи человек. Они участвовали в реализации крупных проектов федерального масштаба, в строительстве спортивных объектов в Казани и Сочи, космодромов Плесецкой, Восточной и транспортных магистралей. А те, кто уже в студенческие годы добился успехов не только в учебе, расскажет Виталий Портнов. По значкам на воротнике штормовки Сергея Фроленкова можно изучать географию. Крым, Казань, Сочи. В составе студенческого отряда аспирант Самгуб состроил спортивные объекты и большие транспортные магистрали. На первом курсе занимался строительством олимпийских объектов в городе Сочи. Это, наверное, самое такое интересное было, один из самых интересных проектов, потому что затем я участвовал и на самой Олимпиаде, и это самое дорогое, когда ты едешь по той самой железной дороге, которая строила своими руками со своими друзьями. Компания друзей большая. В состав студенческих отрядов области входит почти полторы тысячи человек. Среди них и Артем Сомер из Самарского университета. Ему повезло дважды. Побывал на двух космодромах. Лисецко-Восточный. Российскую дорогу в космос он строил с нуля. Первый раз я работал плотненьким бетонщиком. То есть мы заливали, строили здание полностью, начиная с нуля. А второй год работали отделочниками. Клали плитку, устанавливали двери, линолиумы, делали потолки и так далее. Несмотря на то, что Артем еще студент, он уже почетный строитель космодрома Восточный. Знак красуется на груди. Активисты студотряда области возводили объекты саммита ОТЭС на острове Русский. Стадион «Зенит-Арена». Работали в Керченском проливе, на транспортном переходе. Как отметил глава региона, движение студотрядов продолжает лучшие традиции советского студенчества. Работа в отрядах студенческих, разных строительных, других, педагогические отряды. Для студенчества это для конкретно молодого человека, я считаю, исключительно важной составляющей, исключительно. Это те люди, которые в итоге, как правило, всегда добиваются успеха в жизни. В рамках встречи с губернатором студенты самарских вузов попросили рассмотреть возможность оказать господдержку на дополнительное образование. Помимо основной специальности, Николай Иванович Меркушкин эту идею поддержал. Так же, как и желание молодежи участвовать в подготовке к Чемпионату мира по футболу и строительстве объектов инфраструктуры. Сейчас Самарский университет сотрудничает с лагерем Артек, проводя там лаборатории по робототехнике, по электронике, ракетостроению. Скажите, возможно ли как-то с подачи областного правительства сделать то же самое между лагерями Самарской области? Глава региона отметил, что эта работа уже ведется в Тольятти, а в этом году во всех крупных лагерях появится смена робототехники. Соответствующее поручение было дано региональному министерству образования. Это поможет школьникам выбрать будущую профессию. Хотелось бы попросить учредить награду почетных знаний губернатора Самарской области за развитие студенческих отрядов, которые можно было бы награждать как раз людей, участников студенческих отрядов. Глава региона поручил руководителям движений подготовить соответствующее положение. Вручать награду можно будет 17 февраля, в день российских студенческих отрядов. Праздник учрежден указом президента страны. Награду вручают и в этот день за участие в больших стройках. Николай Иванович Меркушкин подчеркнул, молодое поколение должно уметь работать и быть конкурентоспособным на мировой арене. Виталий Портнов, Андрей Авдеев, Новости губернии. Поволжский банк Сбербанка России подписал соглашение о сотрудничестве с Самарским университетом и презентовал в УЗУ уникальную коллекцию книг библиотеки Сбербанка. Банкиры уверены, что переданные издания станут источником ценных знаний для студентов и помогут им стать успешными людьми. Символично, что соглашение между крупнейшим банком страны и ведущим университетом Самары подписано в День студентов. Работа с молодежью – одно из ключевых направлений кадровой политики банка. В чем интерес корпорации в сотрудничестве с ведущими вузами? Прежде всего, это квалифицированные, хорошо подготовленные кадры. Это обновление нашего кадрового потенциала, совершенствование его. Потому что выпускники Национального исследовательского института имени Королева – это, наверное, один из самых подготовленных, один из самых лучших студентов, которых мы с удовольствием принимаем к себе не только на практику, но и в ряды наших работников. Достойное место в библиотеке Самарского университета займет уникальная коллекция книг Сбербанка. Это собрание актуальной бизнес-литературы ведущих авторов мира. В ее составе книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды и работе с клиентами, рассказы о лучших практиках менеджмента и современных технологиях. Сегодня серия насчитывает 70 книг. Мы говорим все время об учении через исследование, через опыт предыдущих поколений, которые что-то сделали, достигли. Вот здесь как раз, я понимаю, опыт собран, и он будет полезен. Книги, к слову, представлены как в печатном виде, так и в электронных форматах для чтения на планшетах и смартфонах. Так что стоять в очереди в университетскую библиотеку студентам не придется. Кто бы что ни говорил, но книги по-прежнему актуальны. Назвиваются с помощью книг по-прежнему модны и интересны. Поэтому это бесценный подарок. Тем более такая коллекция. В Самаре обладателями коллекции стали четыре университета. Всего в Татьянин день такой подарок получили 150 лучших вузов по всей стране. Алена Алешина, Дмитрий Столяров. Новости губернии. На территории опережающего развития Тольятти появился первый резидент. С этого дня официальным стала компания АКОМ. Подписано трехстороннее соглашение с правительством области и мэрии Автограда. На какие льготы могут рассчитывать участники федеральной программы? И что планируют производить на новой промышленной площадке? В нашем следующем сюжете. Тройная польза для экономики Тольятти, всей области и для крупного регионального бизнеса. Первым резидентом территории опережающего развития стала компания АКОМ. Напомню, особый статус Тольятти присвоило правительство России. Теперь компания-резиденты, вкладываясь в производство на территории города, на годы вперед обеспечены налоговыми льготами. По сути, десятилетние налоговые каникулы. Это освобождение на 10 лет от уплаты налога на имущество, от уплаты налога на землю. Значительные преференции по налогу на прибыль. Первые пять лет компания практически ничего не платит. Ну, там, 2% только в областной бюджет. То есть льготы существенные. Конечно, это приводит к достаточно быстрой окупаемости инвестиционных проектов. В свой новый проект производства промышленных свинцовых аккумуляторов АКОМ планирует инвестировать полтора миллиарда рублей и создать новые рабочие места. И это одно из обязательных требований. Стимулирование различных аспектов дает нам шанс воспользоваться конкурентными преимуществами. Это удешевляет батарею. Это дает возможность нам делать ее полностью из своих комплектующих. Мы будем опираться на поддержку фонда развития моногородов. Сосредоточиться решили на производстве источников бесперебойного питания. Подобными оснащаются заводы, банки, крупные торговые центры. И 95% из них сегодня импортные. Тольяттинское же производство планируется наладить на отечественных материалах и комплектующих. Начало строительства нового производства промышленных свинцовых аккумуляторов намечено на 2018 год. Кроме АКОМа, заявки еще двух потенциальных резидентов одобрены. Компания не российская, совместная по производству стендового оборудования, по оценке рисков в части автопрома. Испытательные стенды производить планируют. И еще компания, связанная с разработками в Цивере IT. Всего же в проработке находится порядка 50 проектов. Часть из них уже в ближайшее время будет выходить с заявками на Минэкономразвитие. Нина Ивановна, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Новоселью быть. В Отрадном вручили ключи от новых квартир переселенцам из аварийного и ветхого жилья. Впрочем, не все в этой истории было так гладко. Еще в декабре жители обратились в нашу телерадиокомпанию за помощью. Обещанного им еще пришлось подождать. Причем даже когда объявили о скором переезде, в конце года выяснилось, что новоселье будет не у них. После выхода сюжета в эфир вопрос вдруг довольно быстро решился. Все аргументы, которые тогда нам приводили в местные администрации, оказались, выходят, не такими уж и важными. Мария Шпакова следила за ситуацией. Этого дня они ждали несколько лет. Оттого и не скрывают волнения и искренне радуются за себя и соседей. Ключи от новых квартир переселенцам из аварийного и ветхого жилья, а также детям-сиротам вручают в торжественной обстановке. Теперь они будут жить вот в этих ярких пятиэтажках. Внутри уже все есть. Осталось только перевезти мебель. Сюда, наверное, поставим шкаф, диван, ковер в постели, телевизор повесим. Но у нас еще есть компьютерный столб. Ребенку оборудуем всю комнату. Вот это у нас будет детская. Ольга Базаева с интересом изучает новое жилье. А вот еще месяц назад она показывала нашей съемочной группе, в каких условиях их оставляли жить до конца 2017-го. Переехать раньше Надежду уже потеряли. Дом аварийный, пошел трещинами. Но людей не переселяли, хотя обещали сделать это еще в декабре 2016-го, как раз в эти новостройки. И вот как тогда отвечали на наши вопросы в местной администрации. На сегодняшний день основной застройщик, который выиграл у нас муниципальный контракт, это областной фонд жилья и ипотеки, не готов был предоставить площадь, необходимую для спортивной 27. Тем не менее, он работает над этим, и в дальнейшем уже будет все предоставлено. То есть, получилось, что те дома, которые есть, они по площади больше, квартиры больше? Абсолютно верно, да. И так нельзя делать, чтобы переселить? Нет, нет. Оказывается, можно, если захотеть. И если об истории с отложившимся новосельем, уже рассказали в эфире областного телеканала. Мы обещали следить за развитием событий, связанных с переселением жильцов, из аварийного дома номер 27 по улице Спортивной в городе Отрадном. И вот история достигает своего логического, и что особо радостно, праздничного завершения. Два дома, Соберзянова-3 и Соберзянова-3-корпус-1. Теперь здесь будут жить переселенцы. 5,5 тысяч квадратных метров, 104 квартиры. Расселяют пять аварийных домов. Причем жители коммуналок получают собственное однокомнатное жилье. До конца уверенности не было. Сомнений все-таки было какое-то. Потому что после первого репортажа мы ходили снова в администрацию, и как бы там нам сказали, нет, ничего у вас не получится. И вам огромное спасибо за поддержку. Вот лично вам и вашему оператору огромное спасибо за поддержку. Это просто от души. Пять квартир в этих домах выделили для детей-сирот. Всего же в рамках реализации областной программы переселения из аварийного и ветхого жилья за последние четыре года в регионе построили и передали жильцам 778 новых квартир. До конца сентября все участники программы переедут в новые дома. Никто сорвать программу не даст. Это понятно. Она находится на особом контроле у Николая Ивановича, губернатора Самарской области. Она находится на контроле у правительства Самарской области данной программы. Мария Шпакова, Вячеслав Потоцкий, Александр Каракулько. Новости губернии. Отрадный. Число многодетных семей в Самарской области удвоилось. Сейчас таких 22,5 тысячи решаются на третьего ребенка, в том числе благодаря господдержке. Напомню, в регионе 28 видов пособия. Это и так называемый семейный капитал за третьего и последующих детей. Субсидии на оплату детского сада, налоговые льготы и помощь в решении квартирного вопроса. Вместе с тем, демографы отмечают снижение рождаемости. Одна из причин сокращения количества женщин репродуктивного возраста и позднее материнство. По статистике, все больше женщин оттягивают с рождением первенца до 28 лет. Вопросы демографического развития, они находятся под постоянным контролем президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Вы знаете, какое внимание этот вопрос уделяет лично губернатор Самарской области. И не случайно, я еще раз хочу вам напомнить, в своем декабрьском послании, Николай Владимирович назвал демографическую ситуацию одной из базовых характеристик состояния общества. Только лучшее. От классических произведений до мировых шлягеров. На сцене Самарской филармонии выступил известный артист, наш земляк Михаил Морозов. Почему для певца каждое выступление в Самаре ответственный экзамен, узнала Мария Акимова. Его удивительный глубокий голос узнают в России за ее пределами. За плечами Михаила Морозова. Выступление на ведущих площадках страны. Гастроли в Швейцарии и Германии. И все же признается артист, каждый концерт в родном городе своего рода экзамен. Самые важные концерты это в моей родной Самаре, когда я выступаю для земляков. Волнуюсь всегда очень. Тем более, сегодня дебют у нас с Александром Загадкиным. Сегодня дебют наш Самары-бенд на такой большой сцене. Мы уже выступали, но с другими программами. Михаил вспоминает. В детстве ходил в художественную школу и всерьез задумывался о карьере мультипликатора. Но когда в руки попала шестиструнка, мечты изменились. Вместе с инструментом он освоил вокальное искусство. Теперь в репертуаре сотни произведений. И это не только классика. Подтверждение тому программа концерта. Оперные арии, романсы, мировые шлягеры и, разумеется, песни под гитару. У меня приятный, настоящий мужской голос. Как музыкант, и как музыкант я его знаю требовательно очень к себе. Среди вокалистов это случай, ну, скажем, не очень часто. Это не первый опыт нашей совместной работы. Мне с ним приятно работать с ним, с одной стороны, легко, с другой стороны, нелегко в силу требовательности. Его ко мне, а мои к нему. Концерты Михаила – это не только музыка, но еще и нескучные лекции. Джаккино Рассини – величайший итальянский композитор. Одних опер написал более 70. Вечером буквально вся Италия распевала Аризову опер, а утром горожане обменивались его рецептами. Ведь он еще был знаменитый кулинар. А 7 мая Михаил Морозов снова выступит на самарской сцене. Большим праздничным концертом он отметит 45-летний юбилей. Мария Акимова, Алексей Гриднев, Новости губернии. На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.